Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами попробуем выяснить, как же расправлять жуков, а именно усачей в первую очередь. Собственно, сейчас я вам расскажу, с чего все начинается, как должно выглядеть и как выглядеть не должно, но как выглядеть может. Вот здесь вот два жука расправлены по-разному. Это один вид, прионус кориариус, вот расправка, ну скажем так, научная, прикрепленная к плашке с помощью клея. Плашка крепится на булавку, таким образом жук монтируется в коробку энтомологическую. Снизу подкалывается этикетка, но это уже потом мы отговорим все теми ассо. Значит, что здесь такого необычного? В классическом варианте, энтомологическом, жук прокалывается вправо и надкрылия, где-то вот здесь вот. Это делалось со времен Линнея и делается сейчас. Но и способ монтировки на плашке, вот или на треугольничке в данный момент. Плашка это когда прямоугольник полностью закрывает жука, треугольник это вот сбоку подклеивается. Все эти способы используются сейчас. Чем они хороши? Они исходят от научного способа монтировки насекомого, в частности жесткокрылых, и не только жесткокрылых, для того, чтобы было удобно работать с насекомым. То есть берется за булавку, и научный сотрудник может манипулировать. Он может воткнуть жука под бинокуляр так, может поддержать его таким образом. И все морфологические признаки при такой монтировке для определения, они в общем-то доступны. То есть мы можем его разглядеть сверху, все нюансы строения, все детали, и визуально видимые, и микроскопические. Можем посмотреть сбоку, если нам нужны какие-то швы, или какие-то скульптурные моменты. Можем также прекрасно разглядеть низ жука. То есть, несмотря на то, что он частично закрыт треугольничком, одна сторона прекрасно видна. То есть это и сегменты брюшка, и это сегменты грудки, и голова. То есть ротовой аппарат, крепление ног, тазики, бедрышки, все это нам видно прекрасно. Все эти запчасти, скажем так, насекомого, могут нести признаки морфологически для определения вида. Ну или определения того, что он не является видом. Может быть отнесен в подвид, близкий. Вот такая расправка. На булавке это он просто прикреплен, потому что я его не собираюсь клеить ни в какую коробку. Просто он будет воткнут так же с усачами в коробке. Что необычного в этой расправке? Вообще, таким образом насекомые не расправляются, в частности, жесткокрылые не расправляются по простой причине. Мы видим, что лапы торчат во все стороны, усы тоже во все стороны, крылья раздвинуты, надкрыли подняты. Для научной деятельности это крайне неудобно. Почему? Потому что чем больше у насекомого во все стороны торчит его деталей, усы, лапы, крылья, ноги. Лапы это все-таки вот лапка, нога это целиком. То есть, чем больше деталей торчит во все стороны, тем сложнее, например, под микроскопом сфокусировать. Расстояния может не хватить, мы упремся над крыльями. Или там, например, нам помешает крыло, торчащее ус и так далее. Но, почему такая расправка вообще существует? Таким образом, насекомых, ну, например, в моем случае, очень любимых и дорогих моему сердцу, расправляют максимально, чтобы они были большие, максимально видно, чтобы было все лапы, усы, раздвинутые челюсти, крылья, надкрыли. Все это очень красиво смотрится. Это не научно, но эстетически это, в общем-то, красиво и дает такое более полное представление об устройстве насекомого. А в сувенирной коробке это делается таким же образом. Жуков расправляют и примакрилок, то есть саранчик-кузнечики, и палочников с крыльями, и богомолов, и так далее, и стовидок. Все это расправляется для того, чтобы просто насекомое выглядело намного крупнее. Потому что, если мы его аккуратненько сложим, вот сравнить, да, вот два жука, разница, да, этот выглядит более крупным. Это чисто рыночная штука, чтобы человек оказался, вау, какой огромный жук, и хотелось его приобрести. Вот, то есть это сувенирный способ расправки, это научный. А классический вариант, у меня сейчас здесь под рукой нет, к сожалению, это когда вот жук вот так же смонтирован, но на булавке просто, все. В полевых условиях очень часто, если есть необходимость в наколке делать сразу насекомое, то есть сразу его накалывать, это в экспедиции, то, как правило, его накалывают и просто вот поджимают, ну, вот так в кучку сувенирают все лапы и усы, чтобы они в сторону не торчали, чтобы сэкономить место, чтобы не поломать эти запчасти. Также в полевых условиях, как правило, насекомые собираются в массе и выкладываются на ватные матрасики. Это отдельная тема, мы ее потом с вами обсудим. Сейчас у нас тема расправки. Значит, просто задали мне любознательные товарищи, а как расправить именно усачей. И сейчас я вам покажу, ну, один из способов, да, как расправить усача. Значит, для этого нам сразу скажу, что нам нужно, чтобы расправить любое насекомое усача в частности. Вот, можно купить в хозяйственном магазине утеплитель. Я уже запутался в их названиях. Ну, пеноплекс или еще как-то он называется, врать не буду, но они везде есть. Они бывают вот такого светлого цвета, розового, рыжеватого, какого-то, желтого. По толщине разные, вот этот, по-моему, 2,5 сантиметра. И этой толщины, в общем, достаточно для расправки. То есть, почему толщина такая, ну, я беру почему. Когда мы на булавке что-либо втыкаем сюда, то даже полностью воткнуть булавку, нет, полностью она вылезет. Вот, достаточно толщины, чтобы не проткнуть насквозь с насекомым. То есть, если более тонкая будет подложка, то может получиться так, что насекомый на весу, булавка вылезет, и получится, что или булавка высоко торчит слишком, или, ну, в общем, неудобно. Вот этот вот самый 2,5 идеальный. Толщи смысла нет, потому что, ну, просто не будет расходоваться этот материал. Чем он удобен? Он удобен, во-первых, тем, что многоразовый, то есть, достаточно долго можно использовать втыкаем и втыкаем булавки. Вот мы видим здесь, да, он здесь уже истыкан, но еще можно работать. После того, как он станет совсем вот убитый, совсем убитый, мы можем его перевернуть, и вторая поверхность тоже будет рабочая. После этого его можно будет в специализированный бак по пластику выкинуть и купить новый, потому что этот материал стоит достаточно дешево, и его легко можно менять. Вроде бы с продажи он не исчезает, поэтому я рекомендую использовать его и не страдать никакой фигней по поиску каких-то новых материалов. В старинные времена использовали для этого пробку, использовали прессованный торф, использовали даже сердцевинку или бузины, или других каких-либо растений. Она, по сути, такая же, только ее надо нарезать, склеивать. Нам ничего этого не нужно, мы используем вот этот материал. В любом хозяйственном, я повторюсь, он в любом хозяйственном магазине продается, так что мы остановим свой выбор на нем. Дальше. Нам нужен пинцет. Почему пинцет? Потому что насекомые, даже крупные, удобнее брать пинцетом, или какие-либо манипуляции совершать удобнее пинцетом. Наши пальцы, видите, вот два пальца и пинцет, да, разница большая. Так, припоровальные иглы можно использовать вот такие. Ими удобно в случае чего, допустим, выдвинуть лапу или подправить усик там и так далее. Они вот бывают такие, прямые, согнутые, можно разогреться самому, согнуть, потому что если каленый металл, он сломается, а не согнется. Иглы припоровальные. Дальше. Берем также вот такие иглы. В большинстве своем я их использую для расправки чешуи крылых, чтобы зажилку аккуратно цеплять, значит, развести крыло. Но и у жуков, жуки бывают совершенно разных размеров, бывают миниатюрные, когда вот такой тонкой иглой очень удобно, например, выдвинуть лапу. Делается это элементарно. Можно взять или старые кисти, если у вас есть художники, вот у меня проблем таких нет, потому что я сам художник. И всегда кисти, которые стачиваются, у меня в наличии имеются. То есть древко от кисти берется, сюда загоняется игла, та же энтомологическая булавка берется. Можно швейную взять, какую угодную булавку, лишь бы она устраивала вас по толщине, остроту вы сами уже наведете. Дальше, чтобы все это более удобно и изящно было, кончик кисти мы можем просто сточить аккуратненько. Можно довести это до ювелирного совершенства. Будет только удобнее работать. Иглу можно согнуть различным способом. То есть вот прямая, вот согнутая. Для чего все это делается? Иногда, вот прямая, например, допустим, вот так вот нам что-то сделать ей неудобно, нужно вот так. А вот так нам неудобно по каким-нибудь другим причинам. Мы берем согнутую иглу, держим ее удобной рукой под углом, а кончик почти под 90 градусов. То есть для разных целей гнется по-разному. Такие иглы. Дальше. Обязательно, ну может не обязательно, но в идеале желательно все-таки иметь энтомологические булавки. Энтомологические булавки разных размеров я использую в основном двойки, тройки, четверки. Потом объясню почему. Иногда у меня также здесь сейчас нет. Иногда я использую более крупные номера, они очень толстые и подлиннее. Но это для других немножко целей. Значит, для чего нужны энтомологические булавки? Как уже ясно из названия, она для манипулирования с насекомыми. То есть на нее мы накалываем насекомые или прокалываем плашку, на которой крепятся насекомые. Так как они крепкие, упругие, тонкие, длинные, ими удобно фиксировать лапки насекомых. Сейчас я покажу разницу. Допустим, вот мы используем вот такие булавки для жуков. И вот для бабочек мы используем вот такие вот булавки. Это швейные булавки обычные с большими головками. Здесь они затачиваются, потому что они туповаты, их надо заточить. Это все делается недолго. Для чего, в чем разница? Почему, например, для жуков вот эти вот менее удобны? Такой булавкой мы, когда расправляем бабочку или крыло какого-либо другого насекомого, мы ее втыкаем, как правило, в дерево расправилки. Даже в мягкую бальшу все равно нужно ее достаточно большое усилие приложить, чтобы проткнуть. У энтомологической булавки головка маленькая. Это для того, чтобы, если насекомый накол, то она не отвлекала внимания энтомолога. Разницу видите? Представляете, над крылом вот эта вот запчасть или над крылом вот эта запчасть. Разница большая. И плюс ко всему, что жука мы, как правило, не на дереве расправляем. Нам нет необходимости с большим усилием втыкать, чтобы зафиксировать какую-то лапу. То есть оно легко втыкается совершенно и держится. Поэтому мы используем вот такие булавки, а эти оставляем для других насекомых. Так, что еще? Дальше. Жук у нас, как правило, если мы, допустим, не ловим сами по каким-либо причинам, а приобретаем на ярмарках или в интернет-магазинах, то за редким исключением жуки приходят вот в таких упаковках. То есть жук лежит на мягкой подложке. Он закрыт каким-либо полиэтиленоподобным материалом. Он может быть мягкий, может быть пожестче, как правило, прозрачный. Здесь сборщик или продавец прикрепляет энтомологическую этикетку, географическую, для того, чтобы мы знали, откуда этот жук, кем и когда пойман. В науке это просто крайне необходимо, по той простой причине, что насекомое без этикетки, оно не несет информации о себе никакой. То есть мы не будем знать, где поймано. А это значит, ареал нам будет неизвестен, хотя бы примерно. И мы не будем знать, когда поймано. Значит, не будем знать сроки жизни взрослой формы насекомого, взрослой стадии. Как правило, географическая этикетка несет еще информацию о том, на чем поймано. Это облегчает для науки дальнейший поиск насекомых в природе. Или лов его, допустим, на свет. И помогает иногда даже узнать, например, кормовое растение взрослого насекомого. Что тоже облегчает поиск. То есть вот мы, допустим, не поймали. Купили насекомое, нам подарили. Не важно, каким образом оно к нам попало. Ну, вскрываем упаковку. Как правило, это все можно сделать легко, без опасений повредить насекомые саму. В сухом виде они храниться могут. Я немножко отступлю. В сухом виде мы можем хранить насекомых бесконечно долго. Наша главная задача не допустить к ним кожиедов, тараканов, муравьев, моль. Но, в принципе, наверное, это основные вредители сухих насекомых, которые их при любой возможности съедят. Полностью съедят. Ну, или как минимум, спортить экземпляр. Что будет очень неприятно для коллекционера или даже для научного интеллога. Итак, достали мы насекомое аккуратненько. Сейчас я покажу, значит, что дальше. Мы берем контейнер. Совершенно любой контейнер. Вот здесь я просто подобрал на скорую руку пластиковый контейнер. Есть классический ксикатор. Они делаются из стекла. Изначально они делались для сушки, а не для размачивания. Но их функционал позволяет также использовать их для размачивания насекомых. То есть, вот, стоят они, я уже не помню, ну, стоят они денег, их надо заказывать, ждать, когда привезут. Если вы нерегулярно занимаетесь расправкой насекомых, то, в принципе, вам этот ксикатор по большому счету особо-то и не нужен. То есть, достаточно вот такого контейнера будет. Пластиковый герметичный контейнер с крышкой, которая плотно закрывается. Открываем крышку, и видим, вот там лежат насекомые. Они размачиваются. Размачиваются они на водяной бане. Сейчас я поподробнее на этом остановлюсь. Значит, в классике, опять-таки, можно насыпать прокипяченный или прожаренный речной песок на дно. Добавить туда, допустим, водки. Для того, чтобы как можно дольше плесень не заводилась. Насекомые – это, в первую очередь, высушенное мясо и жир. Особенно тропические, крупные, особенно некоторые семейства, в частности, пластинчатые усы. Они очень много жира в себе несут. При размачивании, соответственно, все этот продукт, он как-то выделяется. И в подстилку, на которой они лежат, и сами при размачивании они легко могут плесневеть. Поэтому, если добавить на бумагу или на этот песок водки, то это, в общем, замедлит процесс плесневения. Следить за этим надо. Размачивать насекомых очень долго нет никакой необходимости. Вот этого усача я буквально перед съемками за полчаса положил сюда. Тропические, сразу предупрежу, тропические насекомые часто немного подгнивают. Просто в силу того, что в тропиках очень большая влажность. Крупные насекомые – это, по сути, после умерщвления, это консерва. Как я уже говорил, мясо, жир и все внутренние соки. За счет того, что твердый, плотный, хитиновый, наружный скелет у них наличествует, высыхают они медленно. То есть, он может в условиях жаркого, влажного климата начать подгнивать. Это неизбежно. С этим, в общем-то, тяжело бороться. Особенно в условиях, когда сборщик массово собирает тропическую энтомофауну. И вынужден с ней мотаться по всей экспедиции. Только потом она будет доведена до ума, скажем так, запакована индивидуально на такие вещи. Вот здесь лежал этот жук. И попадет в руки коллекционера или энтомолога научного. Почему я разделяю коллекционер и энтомолог научный? Дело в том, что я лично, хоть я и учился в Тверском государственном университете, я сейчас не занимаюсь никакой научной работой, кроме того, что бегаю и восхищаюсь по окрестностям всеми насекомыми. Ну и пытаюсь каким-то образом заразить всех людей этим восхищением. Насекомые мне нравятся, потому что я считаю их абсолютно совершенными существами. Причем с таким количеством форм, окрасов, фактур и так далее, что для меня они, можно сказать, ну это мой телевизор. Мне не интересны человеческие передачи, мне интересны вот эти вот существа во всем их многообразии. Соответственно, как бы в прямую никакой пользы науки от меня нет. Но, однако, чем крупнее становится моя коллекция, тем она становится разнообразней, богаче по видам и так далее. И если я буду соблюдать все-таки базовые научные правила по ее наведению, это именно географические этикетки, видовые этикетки и так далее, то есть она может, в принципе, послужить какому-нибудь человеку когда-нибудь позже, который захочет узнать поподробнее, откуда этот усач. Ну и так далее, да? Вот. Поэтому, вот немножечко нас, значит, отвлеклись. То есть, жук попал к нам в руки. Неважно, где и кем, и как он собран, у нас есть информация об этом. И вот у нас жук. Очень часто именно задают вопрос, а что делать? У нас вот мы были в отпуске, мы были у бабушки, у дедушки, еще где-то, и вот понравился нам, прилетел огромный жук, мы не знаем, что с ним делать. Он сухой, а мы хотим его как-то вот, ну, как-то сохранить себе на память. Берем контейнер, не мучаемся ни с каким речным песком, закладываем туда обычную туалетную бумагу. Можете кухонное полотенце, в смысле бумажное, использовать. Если вы не сильно торопитесь, как я, потому что я вечно ничего не успеваю, все время тороплюсь. Можно залить горячей воды. Не надо, чтобы жук там плавал. Если он чистый и очень сильно опушенный, то горячей воды много наливать не нужно. Налили горячей воды на подложку, аккуратно поместили туда жука, закрыли крышкой. Закрыли крышкой, подождали полчаса, час, открыли крышку, открываем аккуратно. Я сейчас нюансы тут объясню. Открываем крышку, отнесли и перевернули. Почему делается так? Если вы заливаете горячую воду, в горячей воде, в принципе, можно аккуратно под присмотром размочить любое насекомое. Бабочки, например, крылые, абсолютно любое насекомое, неважно. Насекомое, ракообразное, паукообразное, все это можно сделать в горячей воде. Это позволяет быстрее размочиться насекомому. Потому что размачивается оно, впитывая пары. То есть, сухое мясо мышцы насекомого внутри, они впитывают пары, становятся мягкими. Поэтому, если мы после такого горячей бани открываем крышку и сделаем вот так вот, то конденсат на крышке сольется сюда, на насекомых, лежащих там. Некоторым это будет безразлично. Например, если это бабочки, лучше, чтобы на них вода не попадала. Если это сильно опушенный жук, лучше, чтобы на него лишняя влага вот так вот, тоже в открытую, не падала. Итак, мы подержали какое-то время, полчаса, час жука и проверяем аккуратно. Как мы проверяем степень его размоченности? Значит, подвижны должны быть ноги. Они гнутся в суставах. Аккуратно это делаем. Можно использовать пинцет. Особенно, если насекомое не такое крупное, пинцетом берем аккуратненько. И вот так вот. Все. Подвижность есть. Если лапы слишком пружинистые или чуть-чуть вот там жестко двигаются, можно аккуратно. Почему аккуратно? Потому что насекомые, они все из членников, грубо говоря, из сегментов состоят, грубо говоря. Членисты многих не зря так называют. И поэтому, чтобы не разломать его в этих вот сочленениях, чтобы его тонкие мембранки не хрустнули, мышца не лопнула, сухожилие там не оторвалось и все это не вывалилось, вот аккуратно делаем. Если что-то идет жестко, мы чувствуем, что оно вот жестко, но вроде как вот можно аккуратненько увеличивая амплитуду, мы можем вот так поразминать конечности, голову там, ну в общем все подвижные части. Если идет, чувствуем, что вот прямо очень трудно, лучше оставить, потому что иначе мы можем просто отломить запчасть. Ее можно потом восстановить, приклеить, но лучше и проще, когда он совсем целый. Значит вот, на мой взгляд, можно уже с ним провести манипуляции, поэтому сейчас этим мы и займемся. Еще один такой момент. Это усач Батоцера, он опушенный. Вот у нас есть здесь жужлица. Ее можно искупать прямо в воде. Это что дает? Вот здесь вот у меня баночка тоже с водой. Я несколько насекомых закинул. Вот просто мы кидаем с водой. Они, если прилипли к лати на матрасике, все это отмокают. Мы можем здесь все убрать. Долго в воде держать нет никакой необходимости, потому что тогда она просто проникнет всюду, во все внутренние полости жука высохшего. Нам будет очень долго и нудно ее оттуда убирать. Постоянно она будет подтекать, это будет все некрасиво. Значит, в чем плюс еще размочки в воде? Если насекомое грязное, мы можем даже в эту теплую воду добавить моющего средства и его слегка почистить. То есть для многих насекомых этого будет достаточно. Но повторюсь, если оно у нас будет плавать там долго, потом из него будет выливаться вода. Соответственно, ее надо будет убирать, иначе, так как все-таки насекомые мертвые, все его вот эти вот растворившиеся в воде соки, гемолимфа, все, что осталось в пищеварительном тракте, ну и так далее, да, все вот это внутреннее содержимое, оно будет окрашивать воду, как правило, в коричневатый цвет. Если мы такого жука приклеим к плашке перед расправкой, не просушив полностью, плашка белая, ну белый картон будет коричневой, будет некрасивой. Плюс еще один момент. Когда сильно обильно такая жидкость течет из жука, то при монтировке, когда мы его так положим сюда, я потом покажу, значит, этот способ монтировки, положим сюда, закрепим булавками, расправим все, он может вот это вот тогда подтечет и подлипнет. Иногда насекомые можно в такой ситуации будет поломать, когда отделяем что-то, как я, на плашку. В общем, понятно, да? Сейчас мы с вами все вопросы эти решили, достаем жука и начинаем с ним манипулировать. Откладываем все в сторону, что нам мешает. Туалетная бумага всегда под рукой, потому что если вдруг какая-либо лишняя жидкость вытекает, очень удобно просто ее убрать сразу. Итак, взяли мы жука. Проверили. Подвижность. Значит, все лапы у нас ходят достаточно хорошо. Вот здесь вот немножко пожестче мы аккуратненько шевелим. Аккуратненько, чтобы потом просто нам, ну, проще было булавками все это фиксировать. Так. Все ноги берем. Аккуратненько так. Так, вот. Все. Подвижно. Еще очень интеллигентно все это делать надо по той простой причине, что крупный тропический жук может быть подгнившим. И если мы аккуратненько все делаем, то в принципе мембраны, которые соединяют сочленения, сквозь которые проходят мышцы суставов тех же, они, в общем, выдержат эти манипуляции. И даже если мышца сгнила, то тем не менее мы его можем расправить, и он подсохнет. Если вдруг потом мы после сушки видим, что лапа, допустим, продолжает как-то шевелиться не так, как нам нужно, подвижность у нее сохранилась, мы можем аккуратно в это место нанести капельку клея. Клей при монтировке насекомых используется, как правило, геркулес. Это такой интересный ПВА-клей германский. Просто в чем его прелесть? При высыхании он становится эластичным и прозрачным. Что хорошо для последующих манипуляций с насекомыми. То есть если где-то мы заклеим у насекомых что-то им, то сквозь эту прозрачную пленку будет видно. Итак, все у нас шевелится, все в порядке. Жвалы удалось развести. Это вот верхние челюсти насекомых. Вот у сача видно, они достаточно мощные. Это не для того, чтобы он, как некоторые считают, грыз деревья и ронял их. Он может ими, ну, как правило, у сачеев что делают? Они могут прогрызать внешний слой, да, кору у молодых побегов. То есть дерево он не пилит ими. Но мягкие ткани дерева он прогрызает. При выходе из куколки, когда уже взрослый жук, первое, что у него становится твердым, это хитин на челюстях. Ими он в летные отверстия допрогрызает и выходит уже. Так, челюсти раздвинули. Вот мы здесь видим крылышко. Это именно крыло летать. Вот это над крыльем, под ними крылья. Не у всех жуков есть крылья, есть жуки нелетающие. Ну, значит, берем, чтобы все это было красиво и оно никуда не торчало, мы его сейчас аккуратненько постараемся убрать. Вот, видите, над крыльем слегка поднимается. Мы его сейчас совсем отодвигать не будем. Мы его аккуратно туда заправим. Чувствуется, что тут у нас очень плотные крылья. Батоцер – это одни из самых крупных усачей. Вот этот экземпляр. Я сначала, честно признаться, немножко ошибся. Я думал, это Руфа Макулата. Это по этикетке Давиде. То есть, ну, батоцера Давида, можно так сказать. Не самые крупные батоцеры. Есть, например, какие виды-то? Я уж не с носки так не вспомнил. Батоцер Геркулес – одна из самых, наверное, здоровенных. Почти под 20 сантиметров у самцов усы бывают. Сами они где-то, ну, в пределах, по-моему, если не соврать. 7-8 сантиметров обычно жук. 10-сантиметровые вроде редко встречаются, но они уникальны, скажем, тем, что среди усачей, у самцов, у батоцер, как правило, очень сильно развиты голени передних ног, то есть они очень далеко выступают вверх, и очень длинные усы. Ну, тем не менее, по сравнению с нашей энтомофамой, этот усач тоже достаточно крупный. С ним манипулировать будет крайне удобно, поэтому приступаем. Кладем сюда, на нашу подложку. И дальше. Дальше мы вот что делаем. Достаем булавочки, чтобы все было удобно. Просто посыпаем их на что-то такое подходящее. Крыжечка. Крыжечка от контейнера, где хранятся все предпособления. Лучше сразу завести небольшие контейнеры, это просто будет удобно, компактно, и вы будете всегда знать, где что у вас хранится. Вот еще раз я покажу, в классическом варианте, в правой надкрылье, верхнюю часть, вот сюда, недалеко от этого щиточка, прокалывается жук, прокалывается перпендикулярно, и выходит насквозь. Я так не делаю. Это не возбраняется совершенно, хотя энтомологи до сих пор ломают копии, колоть или не колоть, но это, в общем, не возбраняется. Поэтому смело будем этим пользоваться. Значит, нам нужно расправить аккуратно все лапы, для этого нужно жука зафиксировать. Обычно, как я это делаю? Обычно я начинаю фиксировать таким образом. Вот здесь вот, у вершины надкрыльев, то есть зафиксировать нужно булавками так, чтобы жук максимально был обездвижен, но при этом не помешать себе в дальнейшем, чтобы эти булавки не помешали манипулировать конечностями. Поэтому это все заранее учитывается. Так, ну, вот здесь вот теперь мы, значит, подкрую вот так вот. Можно проверить, насколько... Можно еще так же вот здесь вот упереть со стороны головы. То есть фиксация булавками проходит по принципу, как мне удобней работать с ним, так я его и фиксирую. Прямо каких-то жестких правил здесь вот нет. Я знаю, что некоторые люди, особенно крупных жуков, вот так вот еще поперек резинкой фиксируют. Иногда это единственный способ жука зажать, чтобы не прокалывать. Ну, вот я так не делаю, потому что, как правило, на бруске вот этого материала я расправляю сразу несколько насекомых. Поэтому мне неудобно резинками пользоваться. Я пользуюсь так. И дальше мы начинаем что делать. Так, ну, жевалы у нас расправлены, усы у нас здесь. Начинаем с передней пары ног. То есть наша задача следующая, да, чтобы было в дальнейшем удобно с ним манипуляции какие-либо проводить, мы берем вот так вот аккуратненько и стараемся ноги поджать максимально плотно к телу. Но я не поджимаю так, чтобы прямо их не видно было из-за тела. Можно брать, смотреть, что вообще сбоку происходит. Так, то есть сейчас мы вот так их поджимаем. Передняя часть у нас здесь немножко задрана получилась, поэтому я их прямо вот давить вниз не буду. Они достаточно еще суховатые, жестковатые, поэтому вполне себе зафиксировать можно так. Ну, стараемся соблюсти симметрию. Почему стараемся? Симметрия – это идеал расправки. Она сразу у вас не получится, потому что много деталей, которые вас будут отвлекать, и только с практическим опытом вы начнете ловить все эти моменты. Компактность нам позволит в будущем не переломать просто насекомое. Ну и плюс, если вы всерьез займетесь коллекционированием, вы поймете ценность пространства энтомологической коробки. Потому что очень часто бывает, что насекомых гораздо больше, чем коробок. Ну, с другой стороны, если у вас достаточно энтомологических коробок, вы можете их прямо вообще очень свободно ставить туда. Так, вот и, конечно, минус на весу, потому что, ну, на мину, конечно, зафиксировать надо. Можно аккуратно подцеплять за коготочки, аккуратно, потому что, чтобы не отломить, не оторвать. У мелких, естественно, маловероятно, что получится использовать коготки, потому что там они будут более мелкие. То есть мы стараемся, скажем так, симметрично выровнять все элементы внешнего строения жука. В идеале делать это все не спеша, никуда не торопясь, потому что торопишься, что-то не доделаешь до конца, и потом будешь или перерасправлять, или раздражаться, что чего же ты не довел до какого-то приемлемого совершенства. Так, ну, вот таким вот образом мы зафиксировали передний лапа. Я сейчас просто основу показываю, потому что если я начну сейчас доводить прямо до идеального состояния, мы с вами просто здесь получим целый сериал, и, возможно, я даже и перерасправлю все. То есть вот, ну, принцип такой, да, поджали аккуратно, симметрично лапы, ноги. У нас здесь видно лапки, по которым тоже можно что-то микро, какие-то запчасти смотреть. Дальше. Средняя пара. Среднюю пару мы аккуратно, аккуратно подводим вот сюда, вверх. То есть это такое строение ног, который позволит держать джука с комфортом в коробке. Он не будет рисковать цепляться за кого-то там еще. Чуть-чуть их так выводим. Они видны. При необходимости мы сможем и в бинокуляр посмотреть на них. Так вот. Видны у нас лапки здесь. В данный момент, я смотрю, очень мне не нравится вот эта лапка, а тут лес булавок. Вариант какой? Все повытаскивать и заново переделывать. Или вариант взять припровальную углу и попробовать что-то сделать с лапой, да, как-то ее там пересмотреть ее положение. Если мешают какие-то булавки не дают ее отодвинуть туда, куда нам надо, куда нам хочется. Значит, мы берем, убираем эти лапочки. Ага, вот это вот мешает нам сейчас. Вот так будет более гармонично. Вот так вот будет получше. Так. Да, вот так будет посимпатичней. Ну, еще раз повторюсь, тут у нас получилось на весу, поэтому немножко неудобно. Так, сейчас вот чуть-чуть подовернем. То есть, вот, да, расправка насекомого это все время борьба за совершенство, борьба за симметрию. Постоянно смотришь, сравниваешь все детали. Деталей очень много, поэтому я говорю, только практический опыт. Не всегда получится с первого раза симметрично расположить все эти суставы. Средняя пара, значит. Мы ее, ну, грубо говоря, вот так вот ближе к передней спинке со стороны, да, у нас грудка снизу, спинка сверху. К передней спинке, значит, пододвигаем, потому что вот у нас здесь визуально это передняя спинка. Средняя и задняя спинка, вот они здесь. Соответственно, передняя грудка и средняя и задняя грудка, они снизу. И мы, соответственно, берем и подтягиваем их туда. То есть, чтобы ну, как колени, можно сказать, да, это бедро, голень, вот, чтобы колени были как бы в сторону головы придвинуты для компактности. Также мы смотрим заднюю пару ног. Что с ним? Можно так оставить. Мне так не очень нравится, потому что он как-то как будто расползается, да, я их тоже подвигаю. Сейчас аккуратненько идут. Сейчас мы вот этот усик, хоп, сразу так подзафиксируем. Смотрите, значит, я бедро жука двигаю вперед, вверх. Он подсыхает. Выправляю аккуратненько лапки. То есть, вот, можно вот так сделать. Аккуратненько. Так. можно вот так слегка воткнуть булавку и, как рычагом, там, ага, ну, допустим, достаточно попробуем. Сейчас проверю. Берем препаравальную иглу и аккуратненько так подгибаем, подгибаем. Ага. В принципе, в принципе, заправится сюда. То есть, вот так. Таким образом у нас получается, задние ноги не будут сильно торчать вниз за края тела жука, но и, как бы, компактней. То есть, чем дальше раздвинут в разные стороны лапы, тем как-то менее гармоничный, на мой взгляд, он смотрится, поэтому мы будем вот такого способа придерживаться. Вот так вот в стороны расправлять, как вот у этого жука. Вот, да, вот сейчас я вам еще раз покажу. Вот здесь вот в стороны расправлены вам, видите, да, то есть, они не поджаты компактно. Здесь не нужно, потому что это сувенирный вариант, это научный вариант. Он нам нужен для того, чтобы этот жук будет приклеен, ну, не этот конкретно, там, в таком варианте жук клеится наглухо в коробку под стекло, и с ним уже ничего не происходит. Если вы не уроните кирпичную коробку, жук будет вечно в этой коробке с вами. Единственное, прятать от солнечного лучей все-таки его нужно от прямого, потому что выгорает даже вот такой темный хитин. здесь же может возникнуть возникнуть необходимость манипуляций, поэтому компактно. Значит, продолжаем. Аккуратно подводим, берем булавочки. Если вдруг что-то у нас пошло не так, если мы чувствуем, что у нас нога застопорилась, но не гнется, надо понять, что это. Если мы понимаем, что это недоразмоченные насекомые, лучше не мучить его и не рисковать поломать, а доразмочить. Если мы чувствуем, что размоченности, влажности насекомого достаточно, значит, смотрим, что-то мы, может быть, гнем не под тем углом, что-то, может быть, делаем не так. И вот всегда по мере смотрим, вот я решил чтобы бедра задних ног, чтобы они были относительно тела жука, допустим, сверху смотришь не вот так. А, ну, то есть, значит, задние, бедра задних ног я делаю немножко под углом, то есть, повыше поднимаю, чтобы они не перпендикулярно косить телу были, а повыше. Можно оставить так, можно оставить так, но, на мой взгляд, более гармонично смотрится, когда вот так бедро поднято. Это тоже можно оспаривать. Кто-то из энтомологов предпочитает совершенно не так расправлять. Это, как бы, нюансы вот эти уже, это дело вкуса лично, каждого. Поджимаем полностью лапки. Я стараюсь не прятать под туловище совсем, чтобы они там скрылись. потому что мне их удобнее, когда их видно, поэтому я их не скрываю полностью. по поводу положения самих, то есть, лапка жука это вот, несколько членников и членник с коготками. Их можно положить вот так плашмя. Продолжаем манипуляцию с ногами. Лапы. Лапы вот здесь мы видим, они легли на бок. Ну, как вот ваша стопа на бок. Можем оставить так, если это не критично, тут уже вопрос в большей степени эстетики, если мы пробуем поджать ее и вот так смотрим, ага, она ложится, ну и хорошо, мы сейчас ее попробуем положить плоско. Если мы так делаем, мы понимаем, что мы сейчас развалим всего жука, а лапу так и не вывернем, лучше оставить как есть, сохранить жуку целостность, ну или там по каким-то причинам нет у нас больше времени заниматься им, расправить надо. Это вполне возможно. Вот при такой фиксации лапы у нас получается, что ее можно тоже будет посмотреть, это здорово. Вот. Вполне себе удобно для научников будет, если у них такая необходимость возникнет. Пользуемся иглами перепровальными, все как положено. Так вот, видим, да, я двигаю лапу обратно, значит, берем булавку, булавок не жалеем, поэтому энтомологических булавок для увлечения просто даже коллекционированием нужно много. так вот, все, выставился у нас, то есть у нас бедро поднято вверх, голень под углом направлена к боку жука и под другим небольшим углом лапа выдвинута. Ее хорошо видно, не обязательно, чтобы все жестко так стояло. Если удобно повернуть, вертим как хотим, потому что нам нужно классно его расправить. Подходим к другой лапе. Так, подходим к следующей лапе. Также смотрим переворачивайте с ног наглого, это не возбраняется. Ага, вот она отлично ложится так же, как нам надо. Пользуемся этим и ее фиксируем. Зафиксировали, смотрим, не выдвинулось ли при этом бедро с голенью. дальше, чем нам хотелось бы. Подвигаем. Так, вот здесь вот надо дожать. Вот так и чуть-чуть еще пододвинуть. Вот так вот отлично. Переворачиваем, смотрим. Угу. Увидели. в данный момент вот эта голень с левой стороны слишком от туловища отъехала. Берем следующую булавку и аккуратненько аккуратненько ее левой. я имею ввиду относительно второй лапы они в общем достаточно симметричны так продолжаем нижнюю пару конечностей также фиксируем лапки они все хорошо фиксируются сейчас нам надо ее так поджать когда вы начнете расправлять насекомых вы вдруг выясните что масса нюансов возникает всевозможных которые с практическим опытом особенно когда ну скажем коллеги надеюсь ученые мужи на меня не обидятся потому что они все таки наукой занимаются а я тут понимаешь свое удовольствие собираю так вот обычно с вами все и научники и не научники делятся всеми нюансами что и как лучше сделать потому что это в принципе здорово это значит ты не царь кощей свой практический опыт и знания не унесешь с собой в могилу а значит уже оставишь после себя какие-то ну может последователи даже которые будут говорить а вот нам кто-то когда-то помог объяснил научим и теперь здорово получается у нас так ну в общем вот мы лапы задних ног делаем параллельно это нас очень устраивает сейчас мы тут кое-что еще подправим видите да сколько булавок булавки жалеть не нужно экономить на булавках это значит экономить на качестве расправки насекомого к сожалению да булавки сейчас энтомологически стоят опять дорого они вот дешевели дешевели но вдруг опять подорожали вот вот отлично то что надо то что надо есть альтернатива когда я только начинал коллекционировать насекомых я вообще ничего не знал я мучился тем что делал булавки из гитарных струн это все уже проверено десятилетиями я не знаю тысячами людей вся эта как бы кустарщина она кустарщина не в плохом смысле слова конечно она вполне возможно но нет острой необходимости если булавки для вас слишком дорого или вам их очень много не нужно но купите на алиэкспресс китайские энтомологические булавки стоят они дешево они конечно проигрывают по многим показателям там но ими можно вполне пользоваться дальше не зря же этих жуков называют усачами почему потому что у них в принципе из всех остальных жуков самые крупные усы ну за редким исключением классику скажем в основном это длинные усы что делать с ними если мы их расправим вот так то представляете как нам надо трястись над ними будет чуть ли не под каждый членник еще и подложить булавочек вот так вот крест накрест чтобы ус не сломался усы нам осталось зафиксировать усы вот таким образом мы усы расправлять у этого жука не будем потому что нам его надо в энтомологическую коробку ставить а не в сувенирную в энтомологической коробке вот так вот выдвинутые усы они скорее всего очень быстро отломятся или вы заденете или коробка там неаккуратно поставите это будет все нехорошо ус сломается будет жалко надо будет клеить не всегда получается приклеить ровно аккуратно и так далее значит усы расправляем совершенно по-другому длинные усы жука усача антенна их по-другому называют здесь кстати вот один ус обломан это природная травма они целыми в природе не долго остаются мы их укладываем просто вдоль тела то есть вот так закидываем за голову и аккуратненько вдоль тела укладываем ус вот таким образом стараясь его естественно максимально ровным сделать сейчас я вам покажу ну например в принципе вот то что вот он так вот изогнулся это совершенно не критично но если мы захотим совсем педантично все там идеально было чтобы то вот мы можем да вот таким образом вот эти вот сегменты как бы выравнивать да видите вот так вот вот подвыровняли но скорее всего их придется сразу зафиксировать булавками потому что если он был и высох в изогнанном состоянии мышцы естественно высохли скорее всего они прогнутся опять так поэтому можно вот здесь вот с этой стороны попробовать воткнуть булавочку если это не получается или такой способ слишком далеко уводит туз лучше этого не делать вот здесь в принципе ус нормально никуда он сильно далеко не ходит поэтому его здесь вот так приподнимем над телом вот этот кончик выпрямлять я специально не буду по той простой причине что они в естественном состоянии легкий изгиб имеют ну и плюс зачем нам лишний раз удлинять с другой стороны есть способ когда ус закручивает вокруг тела вот так мне тоже не нравится поэтому я все таки его ставлю вот в таком вот виде не такой уж тут супер длинный ус что найду я место для него в коробке вот в принципе в принципе можно прямо до конца зафиксировать ну ограничить подвижность уса просто для того чтобы в процессе высыхания какие-то гуляния членников этих не увели его вот все так как второй ус у нас обломан мы кстати я потом сниму ролик о том как можно из запчастей других жуков или даже из природных материалов восстановить у меня была батоцера очень крупная и вот ну как несколько запчастей от нее было была у меня такая мысль восстановить ее полностью потому что все таки жук не тривиальный совершенно поэтому допустимо восстанавливание не в смысле фальсификации а в смысле просто эстетической целостности потому что есть такие моменты что иногда фальсификаты таким образом составляют ну в общем в общем и целом вот в таком виде жук выглядит расправленным он готов к тому чтобы дальше какое-то время сохнуть сохнуть он будет приблизительно в зависимости от размера жука от нескольких дней ну я иногда могу и месяц его не трогать вот он лежит в таком состоянии пока полностью не высохнет после чего такого жука я освобождаю от булавок и могу сделать следующее то есть это вот старый старый берется берется картон картон специальный у меня сейчас под рукой к сожалению упаковки нет мне больше всего нравится картон вот такие плашки белые фирмы Bristol они из мелованного плотного картона он тонкий но плотный очень плотность высокая поэтому жесткий делается вот такой треугольничек можно в принципе на небольшую плашку ее оставить не срезая уголки вот здесь вот видно видно да вот то есть вот такой это из плашки обрезанный вот так уголками геркулес клей ПВА достаточно густой я наношу на плашку и аккуратно уже высошенного жука вот так вот втыкается булавка с плашкой ну чтобы она прямо лежала на поверхности берется жук и на эту крупную каплю клея жук монтируется то есть клей немножко затекает за всю его текстуру сочленение ног с телом и в общем достаточно крепко держит бывают конечно случаи когда он слетает с клея но они крайне редки и в общем то если вы не трещете коробку и каждый день ее не достаете не открываете что-то там не химичите с ней в общем то этот способ себя уже зарекомендовал и достаточно часто используется после того как жук на клея высох мы берем его все он зафиксирован дальше подкалывается под жука этикетка этикетка географическая в первую очередь потому что где когда и кем пойман под нее если мы определили жука видовая этикетка желательно с определением пола кто это самец или самка и название то есть вот сейчас это не от него этикетка это дальневосточная жук этот наш поэтому я сейчас накалю ну вот таким вот образом вот этикетка накалывается она так я накалываю ее не сильно близко к жуку просто для того чтобы было удобно читать этикетки я стараюсь печатать тоже на плотной бумаге потому что как практика показала тонкая бумага она плохо держится на булавке со временем она провисает начинает болтаться и все это некрасиво все даже если вид жука не определен есть только география то его уже можно ставить в энтомологическую коробку значит есть такой еще один момент если у нас коробка вертикальная то мы видим да что центр тяжести будет стремиться жука перевернуть поэтому за редким исключением значит как мы выходим из этого положения или у нас есть энтомологический шкаф где коробки хранятся горизонтально и там все отлично фиксируется или же мы берем еще одну булавку воткнули жука в энтомологическую коробку и как правило вот около лапы вот так вот его еще подкалываем булавочкой чтобы он просто не вертелся если вдруг такое случилось ну соответственно если это жуки олени у которых очень мощно развиты верхние челюсти ну значит мы можем зафиксировать челюсть непосредственно да и в общем вот в таком виде он может храниться и вертикально ничего с ним не будет вот собственно мы и подошли к завершению расправки жука вот так вот он выглядит на блоке так он будет сохнуть а жук который рядом в таком виде он будет уже когда мы его смонтируем на плашку вот собственно мы завершили с вами расправку жука усача я думаю что сниму еще видео по расправке других жуков и не только жуков если вам интересно смотрите задавайте вопросы ну и до новых встреч всего доброго